Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Аналитики Института общественной политики провели исследования и выяснили, сколько в среднем читают казахстанцы. На конкретный вопрос о количестве прочитанных книг каждый четвертый респондент заявил, что прочел хотя бы одну книгу в год. Кто-то вообще пожаловался на нехватку времени, таких 52%, кто-то не любит читать, это каждый пятый опрошенный. Любопытно, что в число наиболее читающих регионов страны входят Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Акмолинская область, от 10 до 6 прочитанных книг в год. Как же вернуть полезную привычку к чтению? Об этом поговорим сегодня в нашей программе во Всемирный день книги. Ну а пока, как всегда, начнем нашу программу с блока новостей. И в сегодняшних новостях как раз-таки вы увидите наиболее важные события страны. В Казахстане ужесточат ответственность за незаконное строительство. Улжас Бегтенов поручил профильному министерству за месяц разработать соответствующие поправки и внести их в проект строительного кодекса. В этом году стоит задача ввести 18 миллионов квадратных метров жилья по стране. В этой связи премьер-министр заявил о необходимости принять меры по запуску новых жилищных программ и реализовать механизм арендного жилья для стимулирования спроса на недвижимость. Министерством промышленности торговли совместно с Агентством по защите конкуренции поручено не допустить ажиотажа на рынке недвижимости и строительных материалов. Важным вопросом является обеспечение качества строительства и соответствие законодательству. Строительные компании обязаны четко исполнять взятые на себя обязательства и не допускать низкого качества строительства, а при выявлении недостатков оперативно их исправлять. Вступачи с акиматами нужно продолжить усиленный контроль за опаводковой обстановкой, при необходимости обеспечить эвакуацию населения. Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов. Ну и в продолжении темы. Семьям, что жилье было разрушено паводками, помогут в его восстановлении. Государство предлагает два варианта. Построить новый дом, либо купить жилье на вторичном рынке. Об этом сегодня рассказал министр промышленности и строительства Канат Шарлопаев. Глава ведомства подчеркнул, деньги на строительную покупку жилья власти выдавать не будут. Также заново возводить жилье не будут в затапливаемых территориях. Батагос Базарбаева расскажет подробнее. Житель Подстепного Ерлан Абуу встроил этот дом своими руками. Пять лет назад сделал ремонт. Каркасно-счетовой дом наводнение не выдержал. Восстановить его невозможно, только снести, рассказывает мужчина. Стена дома рушится, доски внизу подгнили фундамент. Спросил, видны трещины. Нам сказали, пока ничего нельзя трогать, приводить в порядок. Мы просто пытаемся проветрить дом, просушить. Включаем отопление. Сейчас семья живет у родственников в соседнем селе. Глава семьи каждый день приводит и забирает сына из школы. Супруги вспоминают, вода пришла быстро. Вывезти ничего не успели. Морозилку только подняли, поставили на стол, собрали документы, необходимые из одежды, учебники сына. Нам уже с улицы кричат, выходите быстрее. Вся мебель, ковры, техника остались в воде. Когда пришла комиссия, сказали, что вода поднялась от пола на 40 сантиметров. Сегодня премьер поручил Акиматам в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья. Правительство намерено построить и отремонтировать дома в течение лета. Пострадавшим предлагается выбрать жилье на вторичном рынке, либо ждать постройки нового дома. Одноквартирный в 80 квадратных метров планируется построить в полтора месяца. На возведение дома вдвое больше, на две семьи потребуется два с половиной месяца. Жилье будут сдавать в чистовой отделке. В случае признания жилья невосстановляемым и непригодным существует два механизма. По решению Акимата в данном регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим. Либо мы заново строим это жилье. Второе. Для обеспечения выполнения работ после заключения технического освидетельствования жилья по решению Акимата либо выделяются денежные средства на компенсацию ремонта, либо ремонт осуществляется за счет Акимата строительной компании. Строительные компании будут выбирать вне конкурса. Времени на розыгрыш тендеров нет, подчеркнули в профильном ведомстве. Прибыли застройщики не получат. Работы уже стартовали в селе Кобдах Тюбинской области. Ситуация, я сразу скажу, достаточно сложная в городах. Там в некоторых местах придется возводить квартирные дома. Восстанавливать жилье в местах подтопления мы не поддерживаем. То есть, несмотря даже если есть пожелание человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Почему? Потому что по факту эта ситуация будет у нас повторяться каждый год. Если жилье можно отремонтировать, то после технического обследования местные власти выделят необходимые деньги. Выбрать можно и другой вариант. Акимат нанимает для ремонта одну из местных строительных компаний. Восстанавливать хоз постройки не будут. Что касается дач, дома и квартиры получат только те казахстанцы, у которых дача была единственным жильем. К слову, оформить заявление пострадавшим от наводнения готовы помочь юристы и волонтеры. На сегодняшний день, к сожалению, я как юрист могу твердо сказать, что пострадавшие районы, скорее всего регионы, многие жилые дома, скорее всего, не узаконены. Возможно, не будет у них право установить документы. В случае, если пострадало имущество, например, телевизор, холодильник, или все, бытовая техника, или еще какие-то имущества, это все нужно указать в заявлении. Заявление мы готовы помочь, оформить правильно. Сейчас в стране подтопленными еще остается около 5 тысяч домов, больше 18 тысяч дач. В районах, где вода уже ушла, Акиматы выбирают земельные участки для новой застройки. Путокос Базарбаева, Канат Махмутов, 24 Кизы. В североказахстанской области начали проводить оценку пострадавшего имущества. Независимые эксперты, по заявлениям владельцев затопленных домов, приезжают на осмотр и делают анализ. При этом возвращаться в свои дома жителям пока не рекомендуется. Угроза паводков полностью еще не миновала. Наталья Волкова продолжит тему. Вода дошла вот до подоконника, вот до Сюдова. Мы все мебель там подняли, но все равно задело. Этот дом семья Жегипаровых построила 4 года назад. Сегодня вместе с экспертами они еле пробрались к своему двору. Мебель вся испортилась там, сами внизу. Холодильники у нас перевернутые в комнате, и стиралка все намокли. Не знаем, надо теперь в этот сервис отпустить, там справку взять. Они будут плачевать нам или нет, не знаем. Сами живы остались, тому рады. Ждут экспертов и соседи МакПау. Чита Рахимовых стихию пережидает у родственников. Иногда наведываются в свой дом. Всплывшие полы и мебель, по их мнению, уже им не пригодится. Утром в 7 часов нас ребята, МЧСники, разбудили. Объявили эвакуацию, сказали, что вода идет. Мы в окно смотрим, вот видно, здесь берег старицы. Чашку чая выпили, наверное, и через час уже вода здесь была на пороге. Ну, успели, что, кое-что с собой забрали, ушли. Ничего мы не успели сделать даже. Нас предупредили, говорили, конечно, ну, не ожидали, что так будет резко все это. Морально тяжело. А так, материально, даже не могу сказать, что это обойдется. Эксперты проводят оценку имущества по мере того, как снижается уровень воды. В затопленных домах невозможно полноценно изучить масштабы ущерба. Готовые документы специалисты передают в местные акиматы. Оценивается повреждение по ремонту, что пострадало пол, отделка пола, ламинат либо линолеум. Что под ним, ДВП, ДСП. Оно, соответственно, подлежит замене. Так как промокло, использование невозможно. Стены, обои, либо декор-панель, мебель, техника. На технику требуется заключение специальное, что оно непригодно, так как мы его дать не можем. В ауле Бесколь затоплено менее 200 жилых домов. Порядка 800 граждан выплачена единовременная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей. Наталья Волкова, Конышко-Збеков, 24КЗ, Северо-Казахстанская область. Проверить расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, поручил председатель АФМ. Он отметил, необходимо изучить рациональное использование денег, выделенных на возведение дамб, объектов водоотведения, а также углубление Русселрек. Также будет продолжен мониторинг цен на продукты питания и других предметов первой необходимости в подтопленных районах. Напомню, на устранение последствий половодия выделено свыше 140 миллиардов тенге. Органами по финмониторингу в городе Алматы, Актюбинской, Казлардинских областях, а также Лутау возбуждено 4 уголовных дела по признакам хищения. Пять лиц, признанных подозреваемыми, общая сумма ущерба превысила на сегодняшний день более 1 миллиарда тенге. Обеспечьте качественное расследование, дайте оценку, куда ушли деньги, предназначенные для строительства гидросооружений. Уровень воды в реке Урал в Западной Казахстанской области пошел на спад. По последним данным КАЗ Гидромета в селе Жасурат Бурлинского района показатель составил 988 сантиметров. В Январцево, расположенном в 70 километрах от областного центра, уровень снизился на 10 сантиметров. В Уральске уровень воды в реке все еще превышает 8,5 метров, но за последние 12 часов он снизился на 2 сантиметра. Пик паводок еще не закончился, мониторинг ведется. Как будет минусовая, то есть падать уровень воды в реке, сразу же будем констатировать факт того, что идет снижение уровня воды. Все-таки ожидаем спад. На востоке Казахстана продолжают противопаводковые мероприятия. Идет постоянный мониторинг опасных зон, в том числе с воздуха. В Курчумском районе угроза потопления наиболее вероятна на 7 участках. Там сейчас возводят дамбы, чтобы защитить 7 населенных пунктов. По данным гидрометеорологов, снег в горах близ этих сел только начал таять. Поэтому возможно повышение уровня воды в реках Калготе и Курчум. Тогда в зоне риска окажутся 9 тысяч человек. Поэтому в районе заблаговременно строят укрепительные сооружения. В целях предупреждения паводков проводится работа по Курчумскому сельскому округу. Это у нас селе Тотерик. Берег укрепления и наращивание дамбы протяженностью 500 метров. По Абайскому сельскому округу в районе села Бурабай проводится такая же аналогичная работа. И на участке есть побед протяженностью 1300 мм квадратных. Плюс дополнительно в Маралдинском сельском округе проводится работа по укреплению береговой линии. Берегоукрепительные работы продолжаются и в селе Ахжаих от Тараусской области. Вокруг населенного пункта возвели защитные дамбы протяженностью 4,5 км. К работам привлекли 15 единиц техники и 70 человек. Им помогают местные жители и волонтеры, подготовившие 64 тысячи мешков с песком для укрепления сооружений. Кроме того, каждые выходные в село приезжают сотни волонтеров из Атарау. Последний раз обильный паводок в регионе был 30 лет назад. Но тогда село не пострадало. Вода затопила лишь трассу Атарау-Уральск. Мы взяли за ориентир уровень реки, зафиксированный во время наводнения в 1994 году. Для надежности добавили к этому показателю еще полтора метра. Итого высота защитных сооружений будет 4 метра. Устанавливаем дамбы и вдоль трассы на протяжении двух километров. Для этого используем мешки с песком. К слову, из-за паводка в районе на две недели позже начали весенние полевые работы. А фермеры районов Махамбет и Индер до сих пор не могут приступить к пассивной. Но несмотря на трудности, только овощеводы и садоводы намерены засеять почти 11 тысяч гектаров. Подробности в материале моих коллег. Айдус Байниезов – агроном. Под его началом на пассивную вышли порядка 70 человек. Всего за два дня они успели засеять 30 гектаров полей, а до мая намерены обработать 130 гектаров. Работы мы должны были начать еще 15 дней назад. Поэтому сейчас спешим. Хотим успеть посеять помидоры, сладкий перец, баклажаны, капусту и морковь. Погода еще прохладная, ветреная. Закрываем посевы пленкой. Пока не прогреется воздух до 17 градусов, придется так оберегать. Особенно сложно этой весной пришлось хозяйствам, расположенным на берегу Урала. Именно река питает их системы полива. Но в случае паводка под воду могут уйти сотни метров сетей. А это огромные убытки. Поэтому фермерам пришлось сначала строить дамбы и только затем приступать к посевной. Перед началом работ мы оградили почти 2200 метров территории. Сейчас наш конкурент – время. График поджимает. Отстанем, можем не успеть. Созреет продукция. Важен каждый день. Например, воду для лука нужно подать уже к началу мая. Иначе не будет качественного урожая. В целом по области в апреле полевые работы должны идти на 645 гектарах. Пока из них засеяна всего треть. Растения воды торопятся восполнить потерянное время. На данный момент еще не вспахано 200 гектаров. Хозяйства ждут, когда спадет уровень воды. Но сокращать площади посевов не собираемся. Будем идти по плану. В регионе только овощеводством и садоводством занимаются 353 хозяйства. Они обязались вырастить продукции на 11 тысячах гектарах. Государство обеспечивает их удобрениями и льготным дистопливом. Уже выделено 130 тонн горючего и 1200 тонн удобрений. А тем временем в Караганде посадили тысячу новых деревьев и развесили сотню скворечников. Зеленая акция прошла в городских скверах. В Центральном парке культуры и отдыха волонтеры установили птичьи домики для пернатых, чтобы те защищали зеленые насаждения от вредителей. В другом городском парке теперь появилась аллея молодежи. Добровольцы высадили здесь 100 сосен. Всего в Караганде планируют посадить не менее 3000 хвойных и лиственных деревьев. Решили высадить желтую акацию, по-другому которая именуется Карагана, откуда пошло название нашего прекрасного города Караганды. Неприхотливое растение, засухоустойчивое, обогащает почву азотом, насыщает ее, укрепляет ее и также очень красивая из нее живая изгоресть. В Актау в связи с плановой реконструкцией магистральных теплосетей все лето не будет горячей воды. Специалистам необходимо подготовиться к предстоящему отопительному сезону, так как изношенность коммунальных сетей в городе составляет 79%. Только в прошлом отопительном сезоне в Актау зарегистрировало почти 670 аварий. Магистральный трубопровод протяженностью 44 километра отремонтируют поэтапно. В этом году реконструируют почти 8 километров. Это первый подобный масштабный ремонт в областном центре. Ранее ремонтировали частично или в случае аварий. Самые основные работы только начинаются. Поэтому, если мы хотим зимой иметь бесперебойное отопление и горячую воду, мы должны работать сейчас. Надо успеть до отопительного сезона. В Алматы с начала года завели 18 уголовных дел, связанные с игорным бизнесом. А в результате осудили 14 человек. Такими данными поделились в городском департаменте экономических расследований. Специалисты отмечают, в ходе оперативных мероприятий из законного оборота изъяли несколько сотен игровых автоматов и уничтожили полторы тысячи терминалов. Кроме того, заблокировали гиперссылки на подозрительные игровые сайты. Тем не менее, число пострадавших от лудоманий остается стабильно высоким. Поэтому в департаменте призывают общественность активнее принимать участие в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. На телефон доверия департамента поступает обращение от граждан, на основании которых следственные оперативные группы незамедлительно проводятся соответствующие мероприятия. Мы открыты для сотрудничества и пределы своей компетенции, готовы реагировать на любой сигнал. Это Prime Time и мы продолжаем. К событиям в мире. Евросоюз согласовал новые санкции против Тегерана. Сразу 45 провинций Турции оказались во власти непогоды. Экономические убытки от наводнений в Китайском Гуандуне превысили 18 миллионов долларов. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». Страны Евросоюза согласовали новые санкции против Ирана в ответ на недавний обстрел Израиля. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Ограничения коснутся экспорта компонентов, которые Тегеран использует в производстве беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Страна, как сообщает Евроньюз, обладает крупнейшим ракетным арсеналом на Ближнем Востоке. Больше 3000 снарядов с радиусом действия до 2000 километров. Санкции вступят в силу после формального оформления решения Совета ЕС. Число жертв сильного наводнения в Пакистане возросло до 141 человека. Десятки получили ранения. Больше всего от паводков пострадали северо-западные районы провинции Хайбер-Пахтунхва. Там под воду ушли целые села, а люди были вынуждены искать убежище на возвышенностях. Разрушено не менее полторы тысячи домов. Затоплены больше тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни на страну обрушатся новые ливни. С начала месяца в регионе выпало в два раза больше осадков обычного. Сильный шторм и ливни обрушились сразу на 45 провинций Турции. Пострадали некоторые районы в Анкаре, Измире, Стамбуле и Чанкары. Последним сильный ветер снес минорет мечети и крыши домов. Порывы ветра там достигали 118 км в час. Восемь районов города остались без света. Повреждены линии электропередачи. Приостановлено движение транспорта. Из-за дождя видимость на дорогах ухудшилась. О пострадавших не сообщается. Шторм прошел и по территории популярного у туристов из мира. А в Стамбуле затопило станцию метро. Ущерб от наводнений в провинции Гуандун на юге Китая оценили в 19 миллионов долларов. Власти заявляют, цифра может увеличиться. Только в Гуанчжоу за эти дни выпало около 61 сантиметров осадков. Уровень воды в местной реке Бэй приблизился к 100-летнему максимуму. Стихия унесла жизни 4-х человек. 10 пропали без вести. Разрушены 84 дома. Продолжается эвакуация населения. К этому часу из зон бедствия вывезли 110 тысяч человек. Без света остались полтора миллиона домохозяйств. Тысячи школ закрыты. Рейсы в международном аэропорту Гуанчжоу отменены. Власти повысили уровень реагирования на ЧАЭС в регионе до второго уровня. Система здравоохранения Гаити находится на грани коллапса. Вооруженные банды нападают на мирное население, а также грабят аптеки и больницы в Порто-Пренсе. Из-за этого власти закрыли несколько медучреждений, включая крупнейший государственный госпиталь страны. Медперсонал также массово покидает рабочие места, опасаясь за свои жизни. В действующих клиниках наблюдается нехватка лекарств и необходимого оборудования. Количество ежедневных консультаций сократили в три раза. В городе растет число онкобольных, а также пациентов с ВИЧ и СПИД. В Нидерландах нашли способ, как спасти коралловые рифы от вымирания. В зоопарке города Арнем для исчезающих видов создали специальный резервуар емкостью 8 миллионов литров, в котором созданы лучшие условия для роста. В таких аквариумах выращивают новые здоровые колонии, которые при необходимости можно вернуть в естественную среду обитания. За последние десятилетия площадь рифов сократилась на 12 тысяч квадратных метров. По прогнозам ученых, к 2050 году мир может потерять до 90% кораллов. Райхан Серикова, 24КЗ. Информационно-аналитическая программа «Прайм Тайм» по-прежнему в прямом эфире. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Почти половина вложений в АПК с начала года пришлась на животноводство. Объем инвестиций сюда составил 59 миллиардов тенге, что, кстати, в полтора раза выше, чем за этот же период прошлого года. Это данные Бюро национальной статистики. Мой коллега Алишер Ашимов детально изучил тему и готов сейчас поделиться подробностями в нашей рубрике «Главная цифра». Он уже в студии. Алишер, добрый вечер. Ну что же у нас говорит анализ в агросекторе, какие регионы у нас лидируют, как в целом обстановка? Илья, добрый вечер. За январь-март по данным Бюро национальной статистики объем инвестиций в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 123 миллиарда тенге. Это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Что касается регионов, лидирует Павлодарская область, где в АПК вложили больше 24 миллиардов тенге. Обо всем по порядку в обзоре «Главная цифра». В список лидеров по объему вложений также входит Акмолинская область. 24 миллиарда тенге замыкает тройку североказахстанская с показателем почти в 20,5 миллиардов. Чуть хуже показатели в Туркестанской и Кустанайской областях. В Минсельхозе это связывают с паводковой ситуацией, из-за которой в ряде регионов перенесли реализацию инвестпроектов. У нас со стороны Министерства сельского хозяйства поддержка для реализации инвестиционных проектов оказывается. Мы через местные исполнительные органы предоставляем субсидии, выдаем от Министерства преференции. Но в целом у нас в соответствии с поручениями главы государства определены основные приоритеты, на которых мы должны развиваться. Это орошение, теплицы, мясо птицы. Мы по этим, по всем нишам, мы ищем инвесторов, им предлагаем льготные условия. Ни для кого не секрет, что важным направлением агропромышленного комплекса является животноводство. В нашей стране оно имеет большое значение, так как Казахстан обладает благоприятными природно-климатическими условиями для разведения различных видов скота и птицы. Потому в структуре инвестиций в АПК самый большой объем вливаний приходится именно сюда. Больше 59 миллиардов тенге. Рост за год почти 22%. У нас вот тиражируется программа северо-казахстанской области. Они выдают кредиты 2,5%. И фермеры за счет вот этого ускоренного получения денег, дешевых денег, они возводят вот эти молочно-товарные фермы. Туда еще вот в рамках последнего поручения главы государства его добавили тоже в сфере животноводства, перечень расширили. Там будут уже не только молочно-товарные фермы, но и некоторые проекты по животноводству. Соответственно, эти еще проекты выделяются деньги. Вот в прошлом году было выделено 100 миллиардов тенге. В этом году также планируется 100 миллиардов тенге. И они дают вот такие вот хорошие рывки. Что касается поголовья скота, то на апреле этого года в стране увеличилась численность овец на 11%. Верблюдов больше, чем на 7,5%. Лошадей почти на 7% и крупного рогатого скота больше, чем на 4,5%. Между тем вырос и падеж скота. Падеж скота. Интересно. Вот такая прям как ложка дегтя. Алиша, а с чем это связано? В чем причина? Одна из причин Илья – паводки. По данным Минсельхоза, этой весной погибли больше 8 тысяч голов. В основном малый рогатый скот. Но, как сообщили в профильном ведомстве, владельцам выплатят компенсации, причем как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. Свыше 2000 правонарушений зарегистрировали в области ветеринарии с начала года. Тех, кто допустил их, оштрафовали на 97,5 миллионов тенге. К примеру, факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактическом поголовье выявили в Жамбулской области. Собственники порядка 1400 голов павшего скота не уведомили ветинспекцию, соответственно, не были установлены причины гибели животных. В массовых случаях не вводили карантин. Многочисленные нарушения Откуда ежедневно продукция приобреталась населением? На сегодня у меня вся информация. Илья. Это очень важная информация, лишь о чем не раз говорила глава государства и в нашем правительстве, что сейчас, конечно, большое внимание уделяется и сельскому хозяйству, и вообще в целом поднятию села. Но мы прекрасно понимаем, что для этого всего нужны комплексные меры, чтобы еще и деньги были направлены в правильном направлении. Это была главная цифра. Мы продолжаем. Ну и продолжаем наши новости. Презентация новых исторических книг прошла в столице. В Национальной академической библиотеке представили труды писателя и ученого Дархана Кадролин. В церемонии принял участие спикер Сената Маулен Ашимбаев. Он отметил, произведения имеют историческое значение для сохранения национальной идентичности. Сейчас в стране ведется целенаправленная работа по написанию новой академической истории Казахстана, отметил Ашимбаев. Название книги «Тамыр» соответствует содержанию произведения. Автор Дархан Кадролин изучил историю государств, которые существовали еще 2000 лет назад. Он скрупулезно исследовал истории, проанализировал все факты и собрал их в одну книгу. Почти 100 экземпляров старинной литературы привезли из регионов специалисты Национального центра рукописей и редких книг. Недавно они посетили Туркестанскую, Казлардинскую и Жамбылскую области. Местные жители сдали в фонд центра антиквартные книги, хранившиеся в семьях и имеющие историческую ценность. Теперь их ждет этап реставрации, а после введения в научный оборот. Всего с момента открытия эксперты восстановили порядка 200 рукописей и редких книг на арабском, персидском, чагатайском языках. Часть привезли в Казахстан и из-за рубежа. По программе «Архив 2025» в 2022 году мы выезжали уже за границу. То есть мы были в России, в Катаре, Египте, Индии, Венгрии и так далее. И привезли очень много материала, касающихся именно истории и культуры Казахстана. Мы должны сохранить то, что нам осталось от наших предков. Мы должны их сохранить для будущего поколения. Мы должны знать свою историю, свое происхождение, свой язык. Мы продолжаем тему. Сегодня Международный день книги, напомню. Почти на 4% подорожали книги в прошлом месяце в Казахстане. Тем временем в стране говорят о снижении популярности чтения. Накануне Всемирного дня книги встретились наши корреспонденты, поговорили с экспертами рынка и узнали, какие книги предпочитают читать казахстанцы. Подробнее в нашем следующем материале. Если верить итогам опроса Института общественной политики, лишь четверть казахстанцев берут в руки книгу. А для третьей из 8 тысяч участников опроса одна прочитанная книга в год – максимум. Несмотря на это, эксперты утверждают, что книжные магазины в стране востребованы в тренде, как и прежде, классика мировой литературы. В моде всегда остается классика, ремарк, дюма, все как покупалось, так и покупается. Причем не только старшим поколением, но и молодежью. Детективы – это, наверное, один из самых бессмертных жанров, потому что всегда будут фанаты его. И, опять же, несмотря на то, что много новых хороших авторов, покупаемые, наверное, самые классики жанра – Конан Дойл, Агата Кристи. Много берут, кстати, сейчас бизнес литературы. То есть есть большая тенденция и большой запрос на такую литературу. То есть многие хотят стать более грамотными в финансовом плане. Современная детская литература на казахском тоже с каждым, наверное, месяцем. Все больше и больше людей приходит с запросом. Вот хотим детей научить казахскому, хотим приучать к литературе. Книги о жизни, победах и неудачах известных мировых личностей, президентов, руководителей крупных компаний и даже монархов пользуются огромным спросом у казахстанского читателя. Вот, например, книга «Автобиография принца Гарри», совсем недавно вышедшая на казахстанский рынок. Говорят, что ее раскупили буквально в считанные дни. И что интересно, что автобиография принца Гарри вышла на казахстанские полки, казахстанские магазины только на казахском языке. Отмечают и рост спроса на книги, изданные на казахском языке или переведенные с английского на казахский. Актуальным остается и запрос на историческую литературу. Очень важны исторические темы, потому что они помогают самоидентифицироваться. То есть очень связаны сейчас с социально-политической обстановкой, поднимается очень много тем. И, конечно же, помимо историзма, люди любят фэнтези, любят уходить в какие-то сферы, касающиеся нереальных миров. Это тоже круто. Но и вот немножко хромает у нас сейчас, наверное, художественная литература, потому что люди не совсем понимают, зачем она есть. То есть ближе сейчас им нон-фикшн, например, это какая-то проза для обучения. И поэзия всегда будет жить. Многие хотят почувствовать книгу, потому что электронный формат, он, конечно, удобен, потому что не нужно брать с собой десятки книг, огромные рюкзаки. Но она не передает тех ощущений, вот именно нет запаха бумаги, нет ощущения перелистывания листов. И, соответственно, люди хотят почувствовать, но и на полке она смотрится более привлекательно, чем просто какое-то одно электронное устройство. Эксперты отмечают, важно не только повышать качество контента, но и сделать так, чтобы чтение стало доступным для всех. Ранее президент Хасамжамар Токаев на заседании национального Крутая заявил о важности строительства круглосуточных библиотек по аналогии с зарубежными странами. Тем временем самой читающей нацией в мире в прошлом году признана Индия. Согласно выводам аналитиков, жители этой страны тратят на чтение книг в среднем по 10 часов в неделю. На втором и третьем месте Таиланд и Китай. Ануаров Драхманов, Елман Мустафа, 24КЗ. Культурное развитие той или иной нации, поколения, общества напрямую зависит от того, насколько это общество читает. Когда-то хочется вспомнить, что мы действительно были, нас называли одной из самых читающих страной в мире. Да, вот как же к этому вернуться, что сегодня переживает книга, как вернуть эту культуру чтения, об этом сегодня поговорим. Тему читальцевого интереса я предлагаю обсудить с нашими экспертами, которые уже у нас в студии. Во-первых, я представляю нашего гостя Еркина Абила, депутата мажориста парламента Республики Казахстан. Еркин, добрый вечер. А также Ажандоса Болдыкова, директора национального центра рукописей и редких книг нашей страны. Ажандос, добрый вечер. Еркин, ну вот вопрос, который хотелось бы вам задать, может быть, из разряда он риторических. На ваш взгляд, сегодня вообще казахстанцы активно читают, либо у нас с этим проблема? Ну, даже дело, наверное, не в казахстанцах. Это, к сожалению, такой мировой тренд, люди стали меньше читать книги. Там целый комплекс причин этому. Ну вот, с одной стороны, это развитие технологий. И дети у нас... А интерес к чтению и навык чтения, он именно в детстве прививается. Вот, к сожалению, у нас такой вот длительный период был, когда мы забыли, что этот навык надо прививать детям. У нас целое поколение выросло, которое очень мало читает, к сожалению. То есть, то, что вы говорите, получается, что изменение мира технологий повлекло здесь изменение психологии в самом обществе, да, вот в этом подходе. То, что у нас называется, развивается такое кликовое мышление. А кликовое, если совсем как бы дословно здесь это интерпретировать с английского языка, это еще понимается такое поверхностное, неглубокое. Где-то по верхам что-то ухватили и так далее. Жандос, давайте вот вернемся. Мне очень понравилось название вашего центра, Центр рукописей редких книг. Можно в двух словах, что это за центр, а самое главное, какова его цель? Национальный центр и диффент-центр специализированных в Казахстане, основная цель – собирание, выявление и приобретение редких книг и рукописей, касающиеся истории Казахстана. Это с аналогией, скажем, можно с пятого веков и начинать полностью все эти книги, наши рукописи, то, что было утеряно, то, что было вывезено, то, что было уничтожено. Вот это все мы восстанавливаем, получается. Это основная цель наша такая. И как по миру, так и в Казахстане этого работы. Центр у вас был создан совсем недавно, в 2017 году. На сегодняшний день можно говорить о каких-то конкретных таких результатах? Что удалось за это время реализовать, добиться, какие показатели? На сегодняшний день у нас результаты, у нас сейчас одна из лучших лабораторий по реставрации книг. Сейчас мы открыли специальную лабораторию, оснастили ее суперпоследними оборудованиями. И сейчас мы считаемся одной из первых лабораторий по реставрации редких книг. Сейчас мы любую книгу, вот буквально мы сделали недавно книгу 18 века, в 18 веке мы делаем полностью реставрацию. Это вот достижение, потому что в Казахстане таких учреждений нет, можно так сказать. А также по приобретению копий сейчас в нашем центре 150 лучших копий наших великих философов, которые писали о Казахстане, все зарубежные философы, которые историк писали про Казахстан, а это чайка тайские, арабские, персидские языки. Около 150 книг мы сейчас собрали. И сейчас эти книги мы все перевели в электронный формат. Также мы их делаем копии, фоксимильные копии делаем для экспозиции, а также для научного мира. У вас специалистов-то в этой области у нас хватает? Вот вы говорите, это же отдельная специальность такая, да, реставратор? Реставратор, к сожалению, у нас в Казахстане нет профессионального обучения, реставратор ни в одном вузе его сейчас нет. Наши специалисты проходят краткосрочные курсы в ближнем и дальнем дорубежье. Мы часто работаем с Ираном, с Россией, с Турцией, с Южной Кореей. Наши специалисты там обучались. А вообще мы уже в положении озвучивали не раз, чтобы открыть полный цикл у нас этого образования. Но вопрос решается, но, к сожалению, все не решается. О проблемах современной литературы и книг-издательства мы сейчас поговорим с вами обязательно, Рикем. Но вот вопрос, который я вам хотел задать в продолжении того, что Жандос говорит. На ваш взгляд, насколько период советской эпохи, советского времени, все, что это происходило с нашей страной с точки зрения политики, культуры и так далее, насколько за этот период мы утратили историю нашей литературы? Ну, здесь, понимаете, литература, она так или иначе очень тесно связана с политикой. И литература, это прежде всего определенный образ мышления, это определенное представление человека о себе, о его месте в обществе. И, конечно же, тоталитарные режимы, они стараются контролировать... Как инструмент пропаганды, да? Да, духовную жизнь, общество, поэтому был период, когда действительно мы, во-первых, потеряли часть наследия духовного, одни только вот эти вот у нас изменения письменности, которые влекли за собой еще уничтожение целого пласта литературы, то, что сейчас коллеги пытаются восстановить, у нас огромный пласт даже изданной, изданной, мы не берем 18-19 век, конец 19-го, начало 20-го века, огромное количество изданной на казахском, на чагатайском языке уже типографическим, используемой литературы, было в 20-е годы просто уничтожено. Огромный пласт литературы напечатан латинским шрифтом. Вот сейчас очень хороший библиографический сборник вышел в двух томах, и мы оттуда узнаем, что уже вот в этот небольшой период, когда латиница у нас существовала, практически вся мировая классика на казахском языке была издана на латинице. Мы сейчас вынуждены повторно переводить эти работы на казахский язык, для того, чтобы казахский язык читать ему... Но ведь это очень важно. Это мы потеряли очень длительный период времени. Мы, по сути дела, все время топчемся на одном и том же месте. Это исключительно было связано с тоталитарным характером советской власти. Мы действительно говорим, что это всегда было, есть и будет, наверное, что литература является неким инструментом пропаганды в руках тоталитарного общества. И власть пытается контролировать эту сферу. И вот получается, что сейчас тем, что занимаются коллеги, тем, что занимается в целом наше, может быть, Министерство культуры, когда мы это восстанавливаем, это можно напрямую сказать, что мы тем самым наши вот эти вот белые пятна восполняем. Закрываем, да. С точки зрения того, что очень важно, потому что вот... Самое главное... Историческая справедливость. Да, самое главное, что знакомство с мировой литературой, знакомство с нашей национальной литературой, утерянной, да, оно же дает импульс для дальнейшего развития. То же самое казахскоязычная, например, литература. Об этом очень много говорят. Почему? У нас же целых направлений нет в литературе, в казахском языке. Я все время об этом говорю, мы говорим же, что мы нация обращенная в будущее, да. Но до тех пор, пока казахскоязычные дети не будут на казахском языке фантастику читать, вот этот вот определенный тип мышления, направленный в будущее, он не сформируется. Мы нация, которую все время смотрим в прошлое. Мы любим историческую литературу. Вот у нас нет казахскоязычной фантастики. Вот сейчас к этой теме, Еликей, мы сейчас к этой теме вернемся. Я хотел бы представить еще одного нам спикера, который к нам подключается по видеосвязи. Это руководитель службы управления электронными ресурсами Айтоты Жакупова. Айтоты, добрый вечер. Вечер. Вы нас слышите, да? Да, да, слышу. Хорошо. Вот вопрос, вы знаете, такой вот я хотел задать. Как-то, наверное, лет 10 назад я читал одну такую научную статью, в которой говорилось о том, что примерно к 2020 году количество в мире электронных книг и количество книг бумажных в мире сравняется, да, что якобы в Соединенных Штатах давно это уже поравнялось. Вообще, как вы относитесь к этой идее? И вообще, что сегодня, вот насколько у нас сегодня книга все больше и все активнее переходит в цифру? На сегодняшний день все библиотеки активно цифруют, получается, отцифровывают свои книжные фонды. В основном, допустим, эти книги находятся в локальном доступе. Также, если вы знаете, у нас есть проект «Казахстанская национальная электронная библиотека». В этом фонде более 75 тысяч ЕКОПИ. Все книги защищены авторским правом, получается, с каждым автором мы индивидуально работаем. Мы берем разрешение для размещения электронных версий данных книг. Но я бы не сказала, что мы уже достигли того уровня, чтобы бумажная и электронная версии книг приравнялись. Нет, это очень долгий трудоемкий труд. А хорошо, скажите, как эксперт в этой области. Сегодня у нас есть примеры, когда те или иные авторы издают книги исключительно в электронном формате, не печатая в бумажном варианте? Ну, во-первых, у нас, допустим, в национальной электронной библиотеке еще не предусмотрено, чтобы можно было опубликовать, обязательно нужно быть АСБН книги. Но в будущем мы планируем внедрить пилинговую систему, тогда у писателя будет возможность, они могут неопубликованную книгу, допустим, опубликовать на сайте, на нашей платформе, и сделать, допустим, анализ читаемой, читается ли это данная книга или не читается. Если читается, потом в последующем он может издать данную книгу. Ну, это в перспективе. Хорошо. Сегодня насколько вообще у нас концепция цифровой библиотеки, электронной библиотеки, электронных книг, насколько она активно распространена по всей стране? Можем ли мы с уверенностью сказать, что во всех регионах эта концепция присутствует, там, в городском формате, в формате отдельно взятых школ? А вообще в нашем проекте участвуют все библиотеки, все общедоступные библиотеки. Допустим, если это областная библиотека, она работает с местными писателями, поэтами, оцифровывают свои контенты, передают в наш фонд электронный Казмэп, и тем самым, получается, с одного окошка все читатели получают те или иные, допустим, литературу. Мы вот видим статистику, что Казахстанскую национальную электронную библиотеку читают не только в Казахстане, и за пределами нашей страны. Вот, допустим, в прошлом году, за первую четверь, допустим, у нас статистика показывает, что по миру нашу библиотеку пользовались из 110 стран мира. Это огромный показатель. Спасибо. Айтоты, да, вы абсолютно правильно говорите. Мы в очередной раз понимаем, что все, что касается цифровизации, в этом плане помогает и развитию. Мы понимаем, что сегодня наша книга может быть легко одним кликом прочитана где-нибудь в Швеции. Есть очень интересный момент, связанный с электронными книгами. Я вообще человек, который читает больше электронных книг. Ну и как ученый я знаю, что практически, наверное, на сегодняшний день не менее 50% научных статей существуют исключительно в электронном формате. Потому что многие международные научные журналы, их вообще в бумажном виде не существует. Это первый момент. Второй момент, как уже правильно было сказано, сейчас очень много ресурсов, которые предлагают авторам публикацию их авторских произведений исключительно в электронном виде. И понятно, что на таких ресурсах там процентов 80, наверное, это графоманство. Но удачные произведения, которые набирают большое количество просмотров, чтений и так далее, они затем выходят уже в книжном варианте. И, соответственно, мы таким образом можем увидеть новых авторов, которые в любом другом случае, они, может быть, и не стали бы писателями никогда. Но вот эта вот возможность на вот этих графоманских сайтах попробовать свои силы, оно выводит как бы на арену новых авторов. Поэтому и надо не забывать, что сегодня же не просто день книги, да? Сегодня всемирный день книги и авторского права. Вот вам хотел бы вопрос очень важный задать. Каким образом сегодня, то есть по каким алгоритмам, как проводится работа, когда вот эти рукописи или редкие книги Казахстана, относящиеся к нашей стране, вам удается найти где-то далеко за рубежом? Я вам скажу, последняя наша командировка была в Великобритании. Мы поработали в трех городах. Это Манчестер, Оксфорд и Лондон. Оттуда мы, получается, путем переговоров, это по линии Министерства иностранных дел, мы выходим на руководство, на эти представители этих государств, библиотек. И после путем переговоров мы официально выезжаем в группу ученых и на местах уже работаем с этими фондами. До этого мы полностью проводим Zoom-встречи с нашими коллегами зарубежными. Также мы изучаем фонд. Сейчас зарубежный мир, весь электроформат есть, все фонды там. Не надо выезжать, там заранее мы все ищем. И уже на местах уже перебираем эти копии. Вот мы привезли 15 рукописей, сейчас последние, из Великобритании. И очень много там этой работы Альфа-Раби мы нашли. И всего в три в мире находятся оригиналы. Один из этих копий мы привезли сейчас. Также привезли старинный Куран, 10 века. Старинный Куран, чем интересен, он один из первых Куранов, переведенный на чурский язык, получается. Там арабский и подсрочный чурский язык. И есть вероятность того, что он был написан именно на территории Казахстана. Жан-Дос, а бывают такие случаи, просто короткий у меня вопрос, у нас время ограничено, что вот с оригиналом та или иная страна не готова прощаться? А с оригиналом никто не прощается? Никто не хочет прощаться. То есть мы, несмотря на то, что это к нам относится, но нам продают только копию? К сожалению, в нашей истории много было вывезено в далекие средние вековья, в последние годы. И всегда черный рынок всегда существовал и так далее. Так что очень много книг. Все наши книги оригиналы за рубежом. Стоит только вспомнить делу и миграцию. Все за рубежом. Ничего нет. Тема очень большая, необъятная река. Я обещаю со своей стороны, что к этой теме мы обязательно будем возвращаться. Я хотел бы вас поблагодарить за эту интересную беседу. Жандос Абалдыков, дорогие друзья, был у нас в гостях. Директор национального центра рукописи редких книг. А также уже друг нашей программы, Еркин Абил, депутат мажориста парламента Республики Казахстан. На заре независимости в Казахстане действовало всего 12 книжных издательств, которые производили по разным подсчетам от CV до 9 миллионов экземпляров различной литературы. На сегодняшний день таких издательств в нашей стране зарегистрировано более 250. А вот объем производимой литературы не превышает 5,5 миллионов экземпляров в год. В числе основных проблем в сфере эксперты называют малую емкость рынка, импортозависимость от сырья и как результат высокую себестоимость производства, а также засилие рынка книжной продукции из России и других стран зарубежья. Все бы ничего, могут предположить многие. Бизнес всегда находил и в этот раз найдет рыночные решения. Но выше обозначенные проблемы влекут за собой еще более глобальную проблему. В Казахстане исчезают авторы. Согласно статистике, из всей выпускаемой литературной продукции 85% это учебная и научно-образовательная. И лишь 15% художественная. Вот и возникает замкнутый круг. Ни писатели, ни издатели данной литературы с производимым объемом и экономической моделью просто-напросто не могут сделать сам процесс экономически целесообразным. А в итоге мы, как общество, и получаем залипающих в своих гаджетах и социальных сетях детей. В целом поколение с кликовым или поверхностным мышлением. Ведь все мы прекрасно помним, что именно книга развивает в человеке память, критическое и абстрактное мышление, словарный запас расширяет кругозор. Пора вспомнить, что когда-то мы были самой читающей страной в мире. Пора возрождать книгу. На этом у нас все, дорогие друзья. Мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в это же время в эфире телеканала 24ТЗ. И пусть ваш вечер будет добрым. Субтитры создавал DimaTorzok